Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Кому мне обратиться? Психолог или психотерапевт? Пишет мононимный автор. Вопрос. В стол, стационаре себя, всего апатия, чувство вины перед родителями и сыном, периодичек, изрываясь, сорваясь на всех, потом рыдаю. Водопатить глаз просто, сколько я боли им причиняю этим еще куча всего, что сидит внутри меня. Старые обили, страхи, гнев на прочное не дают вид нормально. Стараюсь от всего отвлечь, но стоит произойти какую-нибудь неприятную мелочь и то все. Я не могу дальше так видеть, я не знаю, что мне с этим делать, всех уже задолбал, в основном себя в том числе. История такое, к кому обратиться? Лучше всего вам обратиться к психологу, поскольку, на мой взгляд, вы не больны. То есть, психических заболеваний у вас нет. Ну, если мы, по крайней мере, говорим про что-то такое внешнее, да? То есть, понятно, что, может быть, у вас что-то есть. Как бы психолог не врач и, соответственно, диагнозов вам ставить, как бы, никто не будет. Но, на мой взгляд, у вас нет, как бы, именно заболеваний психических. И, соответственно, вам нужна помощь психолог. Вот. Психолог, психолог, собственно, проведет психотерапию, вот. Ну, в том смысле, да, что, одного раза, пожалуй, будет, ну, мало, вот. То есть, вам, скорее всего, нужно несколько сессий, вот. Несколько вам нужно, так скажем, прием. Психотерапия работает, значит, ну, в принципе, как постоянная такая часть человеческой жизни. И, соответственно, вам нужно ее подходить. Вот. Это совершенно не означает, что вы больны. Это абсолютно не означает, что вам нужен, собственно говоря, там, например, психиатр, да? Нет, а психотерапии здесь, в принципе, вполне достаточно, вот. Если мы говорим непосредственно по вашей ситуации, то глобально у вас, на мой взгляд, такие вот, как я думаю, ну, знаете как, неадекватные требования к себе. Вот, собственно, все время, как будто вы пытаетесь от самой себя что-то требовать. Вот, все время вы как будто бы пытаетесь, ну, самой себе что-то предъявлять, вот. Вот, все время вы пытаетесь что-то, чего-то от себя, вот, добиться, вот, ну, понятное дело, что не получается, вот, там и что. Вы не очень внимательны к себе, в этом смысле, вот, то есть, ну, в целом, вот, вы не очень прислушиваетесь к себе, да? И, собственно, привыкли бы себя игнорировать, очевидно, привыкли бы относиться к себе как-то, вот, так вот, несколько, я бы сказал, пренебрежительно. Вот, то есть, не привыкли о себе заботиться. Вот, и опять же, если мы говорим про некий такой вот элемент заботы о себе, то здесь вам опять же может помочь психолог. Вот, то есть, все время вы себя как-то вот насилуетесь, все время вы себя как-то вот заставляете делать что-то, что вам не нравится, что-то, что-то, что вам не по душе, вот, все время вы требуете от себя чего-то больше, отсюда, соответственно, чувство вины. Вот, кроме того, вы производите впечатление на человека, эм, такого достаточно избегающего, то есть, ну, в том смысле, что, вот, вы избегаете проблем, вот, вы, вот, пытаетесь отвлечь, да, но это, как бы, ничего не решает, и не решит, потому что, да, объект от проблем не помогло еще никому. Если мы говорим, например, о том, что любая мелочь способна вызвать у вас такую достаточно бурную реакцию, то, если мы об этом говорим, то это связано с тем, что вы какую-то вот большую часть своих чувств, своих эмоций привыкли подавляться ради мамы, ради детей и так далее. Вообще, очень много, на мой взгляд, вы думаете о других людях, вот, да, то есть, как бы, вам бы, вот, например, о себе подумать, да, в каких-то, ну, в каких-то моментах, вот, в каких-то аспектах вам бы, вам бы, ну, больше, ну, больше бы подумать о себе, но вы думаете о других людях. Вот, это очень тяжело, это очень трудно, в итоге вас это изматывает. То есть, важно понять, чего вы хотите, понимаете, то есть, вот, это состояние, в целом, которое вы описываете, оно вам, ведь, по большому счету, для чего-то нужно. Ну, и если, так вот, подумать, что, на мой взгляд, ситуация выглядит таким образом, что, для вас это, вот, чуть ли не единственный, такой способ, уйти, избежать расслабиться. Вот, то есть, вот, сейчас, например, когда вам плохо, когда вам тяжело, когда вам трудно, вы можете даже к нам обратиться и сказать, вот, ну, мне тяжело, мне плохо, мне больно, помогите мне, пожалуйста, например. Ну, вот, то есть, как бы, в таком контексте, как это здесь, это происходит, да, например, опять же. Вот, но, если, этого, например, не будет, да, то есть, вот, ну, к примеру, если вы не будете так вот действовать, да, такого, вот, состояния, если у вас не будет, то получается, что вы снова должны будете, как бы, что-то своим родителям, что-то своим детям и так далее. То есть, вам это состояние сейчас необходимо, вам нужно увидеть и, на мой взгляд, признать, что оно, это состояние, даёт вам что-то, что вы очень хотите. Вот, ну, например, там, какое-то личное пространство, да, допустим, например, возможность, он что-то для себя сделал, допустим, опять же. Например, возможность, ну, опять же, допустим, да, возможность подумать о себе, возможность позабочиться о себе, возможность поставить себя выше других, вот, хотя бы на время, хотя бы, ну, хотя бы на время, хотя бы. То есть, понятно, что на, там, какой-то долгий промежуток времени вы этого, скорее всего, не сделаете, вот, вам не позволит совесть, ну, близкие люди, возможно, не позволят, кто же, вот, ну, как вам, например, кажется сейчас. Вот,iad, но, правда, заключается, вот, ну,اء заглушается в том, что вам это состояние, и, соответственно, вам необходимо переставить себя Athenex, чтобы это состояние, чтобы это состояние вам переставить, ну, как это сделать, да. Вопрос о том, как это сделать, подводит нас к именночекам к такому аспекту ваших интересов в жизни, то есть, чтобы ваше состояние перестало быть вам нужным, чтобы ваше состояние было вам скорее мешающим, а необходимо, чтобы вам было интересно жить. Сейчас вам жить неинтересно, то есть, грубо говоря, вы сделали, ну, центром своей жизни своих близких, вот, вселенной, своих родных, вот, а, как бы, вы остаетесь, как бы, вот, в туне, к сожалению. Поэтому здесь личная пространство очень важна. Которого сопоставления у вас нет. Делать о своих желаниях, о своих чувствах близким людям очень важна, вот. Говорить им о своей боли, о своих обидах, только в конструктивном ключе, не в обвинительном. Вполне можно и нужно. Вы посмотрите, как вы устраиваете отношения со своими близкими. Есть ли в них истинность, свобода, близость, тепло. Самое главное, это, конечно, свобода. Потому что, если свободы нет в ваших отношениях с родными людьми, то, в общем и целом, и вам достаточно, ну, тяжело, тяжело быть. Просто потому что, постоянно будете, вот, чувствовать себя в напряжении. Да? Вот от этого напряжения, собственно, вы и устали. Эта усталость, она, скорее всего, вот эта. Вот. Ну, это естественно. Естественно, вот, формальная причина. Вот. А практичка причина, она связана с тем, что вы себя, вот, подавляете. Это уже, вот, у вас всегда по описанию вошло в привычку. А, ну, пережить менять, страшно. Вот. Соответственно, брать за подобное, тоже страшно. Потому что, это же, ну, люди, люди, люди же вокруг вас. Вот. И, страшно, и, вполне возможно, что, вы, можете, даже, не знать, что им сказать, просто, что, ну, что больше вы так не хотите, например, что хотите по-другому. Вот. Да и не знаете вы, может быть, даже, как это вообще по-другому. Да? То есть, по-другому это, как. Вот. Это, как, это, каким образом. По-другому. Вот. Понимаете? Поэтому, здесь, ситуация, такая вот она. Я бы сказал, в какой-то степени, в какой-то степени, грустно. Эта ситуация. Вот. Ну, все решаемо. И, можно, решить, эээ, вашу проблему тоже. Вот. Если вы готовы менять. Вот. Сейчас вы понимаете, что дальше, больше жить, так вы не можете. И, эээ, я скажу, может быть, не очень, эээ, такую приятную вещь. Но, эээ, это хорошо, что вы, вот, эээ, пришли к тому, что, понимаете, что, что дальше жить вы так не хотите. Вот. Потому что вы получили для себя возможность что-то изменить. Вот. Менять или менять всегда что-то. Что-то менять всегда страшно. Вот. Это нормально. То есть, нормально испытывать страх здесь. Вот. Но для этого, опять же, и нужен психолог, который вас поддержит. Вот. Поддержит. Поможет. Вот. И обратить внимание на то, как, в общем и целом, все с вами происходит. Вот. Как-то, как-то так. Вы не случайно думаете, что можете быть больным. То есть, вы не случайно говорите про, ну, про врача. Сейчас в глубине души, хоть вы, скорее всего, с этим и не согласитесь, но сейчас в глубине души вам, может быть, даже хочется заболеть. Потому что, если вы заболеете, опять же, за вами нужно будет ухаживать. Вот. За вами нужно будет проглядывать. То есть, как бы, не вы, да, не вы, а за вами. И это, в общем-то, то, что вас привлекает. Вот. А хочу отдельно сказать, что я ни в коем случае вас не обвиняю сейчас. Я не говорю, что вы поступаете плохо. Вот. Ни в коем случае. Напротив, для вас, возможно, именно сейчас и нет другого варианта. Ну вот. Потому что, если вы будете, например, продолжать жить так, как вы, вот, например, жили, то, действительно, вы вполне можете или заболеть уже, ну, как-то, вот, более, например, серьезно, да? Или просто можете действительно совершить, вот, какой-то поступок, вот, скажем так, безумный, который может на самом деле навредить вам или вашим клиентам и стоит еще больше праздник чувствовать. Ну. Ага. С точки зрения, вот, поведенческой, да, еще вот, какой, а, есть такой важный момент, а, с поведенческой точки зрения. А, у вас, а, у вас, а, как бы, есть много, ну, достаточно много противоречий, получается. Такой противоречий, это вот, расщепление. Когда я хочу и того-то, и того-то, то есть несколько время случающих друг друга установок. Ну, например, я должна, там, все сделать, грубо говоря, для, там, допустим, своих родных, ну, например, например, Говорите вы, эту оценку, это такая вот, достаточно мощная, серьезная, я бы сказал, тяжелая, для вас остановка. Вот. Потому что, ну, как бы, все сделать, все сделать, вот, именно все сделать, для родных, или вообще для кого-либо невозможно. Да? Ну, такая остановка есть. Где-то у меня души, вы чуть-чуть не знаете, что это невозможно, но страна продолжает это делать. Потому что, если делать вы этого не будете, то, там, соответственно, случится что-то страшно. Чего вы пока не знаете. Есть другая остановка, например, что, там, допустим, после того, как сделаешь все для других, ну, что там, делаешь все это для себя, к примеру. Вот. И вы, вот, как бы, делаете, 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 ждете, 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 ничего не происходит, и вы начинаете злиться. Вот. Вот. Потому что, ну, злость, в данном случае, в данном случае, исключает вот эту первую остановку. Вот. Вот. И злость вы вытесняете, вытесняемая злость всегда, честно, 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 честно. Вот. Потому что, если, ну, если ты виноват, то я виноват. Вот отсюда, может быть, ваша противоречия, ну, ну, такая вот, противоречивость. Правда? Вот поведение. И, соответственно, вы не очень, вы привыкли так жить. А, вы так жили очень долго, там, ну, возможно, все свои жили. Вот. И, естественно, что так быстро от этого не избавиться. Вот. Вот. Поэтому, нужна работа. Такая вот последовательная, непропливая, бережная и по отношению к вам, и по отношению к вашим близким. Вот. Потому что, ваших близких тоже нужно беречь. Вот. Вот. Им тоже, может быть, тяжело. Ну, в том смысле, что, что, если вы, вот, вот, нашлете меня, а, и, сразу будете, вот, там, бросаться на них со своей, вот, какой-то новой, правдой новым видением. Ну, как бы, ничего хорошего от этого тоже не будет. Поэтому учиться заботиться, учиться любить нужно в данном случае. Учиться заботиться, учиться любить, но не из, а, по-моему, вот, дефицита, который у вас сейчас. Вот. У вас сейчас именно, что, тотальный, тотальный дефицит. Вот. А, и избытка. То есть, давать и, собственно говоря, предлагать людям то, что есть у вас. А, не то, что, хотят они. Вот. Это, не так просто, потому что, нужно сначала вообще понять, что у меня есть. Вот. 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 Ну, как, а, такой вариант, да, ну, понятно, понятно, что вообще у меня есть. Я вообще хочу делать. Для кого-то. Вот. Сначала. А дальше уже, как бы, это, вот, соотносить с тем, что хотят другие. А и глобально подстраивать себя под этих самых других людей. Вот. Для вас, уже, как мне кажется, любовь есть самопожертвование. Вот. Ну, вероятно, такое вот длительное, жестокое и беспощадное самопожертвование. Ну, обидно. Как-то, когда все время с собой жертвуешь, прикладываешь невероятные силы, да. Вот. А люди это воспринимают как должно. Ну, как бы, в данном случае, наверное, действительно легче обидится, обидится на кого-то, да. Как-то вот спросить себя, да. А можно ли любить как-то иначе? Можно ли любить как-то по-другому? Можно ли любить как-то вот, ну, не так, как вот я это делаю сейчас, например. Вот. И, как правило, на эти вопросы, как правило, на эти вопросы всегда есть ответ. Какой-то. Вот. Он этот ответ не всегда очевидный. Вот. И мне кажется, что вы можете его найти. Вот. Вот. Если постараетесь вот себе как бы разобраться, а как раз такие, чтобы качественно, чтобы качественно это сделать. и себе не навредить, вам нужен психолог. Если вы чувствуете, а, 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 такой вот, а, ну, достаточно сильно снижение, а, уровня своей жизни, Если вы ощущаете, что ваш уровень жизни сильно снизился, качество жизни сильно упало, да, вы можете обратиться к урачу, чтобы вас несколько, так скажем, подкорректировали уже с помощью препаратов, это правда можно сделать. Но если качество жизни плюс-минус вас не нарушается, если качество жизни у вас сильно не падает, то можно, в принципе, обойтись и психологом. Давайте будет более седящий вариант, на мой взгляд, более гуманный вариант, вот, потому что психолог все-таки это врач, просто врач и все, то есть это человек, который не будет вникать в непосредственно ваши проблемы. Ну, как-то так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.